У них все по-настоящему. Эмоциональные колоритные болельщики, ритуалы перед выходом на лед и, конечно, силовые приемы. Хоккей в Ярославле не просто образ жизни. Свитер с символикой трехкратных чемпионов КХЛ, иначе как претензии на победу в каждом матче не воспринимается. Даже если это первый крупный турнир в жизни. На таком уровне для ребят это колоссальный опыт, колоссальные эмоции. Я же говорю, они об этом турнире мечтали, наверное, год, когда узнали только, что мы поедем. Засыпали, просыпались. В смысле о турнире? С мечтой поехать. На пути к суперфиналу воспитанники «Локомотива» на льду «Айсберга» и «Большого» первенствовали среди дюжинный команд группы «Запад». Всего в турнире детских команд-клубов континентальной хоккейной лиги приняли участие 26 коллективов из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Финляндии. Дети здесь учатся терпеть и проигрывать. Сейчас мы награждали, кто-то расстроен, кто-то со слезами на глазах. Но это хорошо, значит, они переживают, значит, они будут дальше трудиться. И думаю, что мы увидим их в главной команде страны и в главных командах вообще в Пересе КХЛ и Перес России. Кстати, участники турниров в прошлых лет уже играют в командах КХЛ и МХЛ. Защищают цвета юниорской и молодежной сборных России. Хотелось, чтобы и воспитанники хоккейного клуба «Сочи» повторили их путь. Безупречное проведение матчей и турниров в этом году подтолкнуло Оргкомитет Кубка задуматься о постоянном базировании игр группы «Запад» в Сочи. 11-летние сочинские хоккеисты и школа хоккея в нашем городе в силу совсем короткой биографии пока скромны в претензиях. Но игры с сильными соперниками при полных трибунах быстро изменят ситуацию. Кирилл Лемех, Антон Куляпин. Телекомпания «ФКТ».